Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курок Тианаба на перерулке Благовещенском 12. Это поселок Витязево. Сегодня мы с вами посмотрим очень интересный гостевой дом. Называется он Золотой Клен. У него есть бассейн, своя столовая, свой пляж. Вот сзади меня пляж гостевого дома Золотого Клен. Здесь есть душ, туалет, лежаки, надувашки для детей. И также два раза в неделю проводится анимация для детей. Все условия для хорошего и комфортного проживания. И расскажу все по ценам в фиксизонах, что сколько стоит. Есть генерация света, если вдруг что-то включат. Очень важно, есть парковка, куда вы можете поставить свои автомобили. Она закрываемая и не одна. Машину можно припарковать и по фасаду. Заходим на территорию гостевого дома. Здесь можно помыть ноги. Здесь вход на рецепшн. Но сначала давайте посмотрим территорию. Мне очень понравилась вот эта виноградная лоза. Здесь будет по сентябре белый столовый виноград. Здесь своя мангальная зона, где вы можете пожарить сейчас ключок. Посмотрим то самое место, где вы можете посидеть и за столами покушать. И большая своя придомовая территория. Есть лежаки, такие вот с матрасами, теннисный стол, тренажеры. Тераса большая, плюс есть качельки. Да, ваше водо. Здесь такой вот шикарный вид с инградом на улицу Рос. Одним из самых важнейших мест на территории гостевого дома является, конечно же, бассейн. Вы можете увидеть, какой он большой. Здесь он крытый, закрытый от всех погодных условий. То есть вы сможете, несмотря на погоду за окном, проводить время на бассейне. Увидите в конце отзыв. Я записывал от своих подписчиков. Они сегодня уже уезжают. И они сказали, что в прошлом году, когда здесь отдыхали, как раз таки во время непогоды бассейн просто был топчиком. Есть все душевые туалеты для вашего удобства. Искупались, поплавали в бассейне. Вышли на лежачки и отдыхаем. Есть также здесь детская зона и взрослая. Также мы, подписчики, похвалили столовую, которую мы сейчас с вами посмотрим. Здесь завтрак, обед и ужин. Режим работы, можете увидеть. Сама столовая выглядит вот так. У нас уже завтрак прошел. Приходите себе, выбирайте, вам накладывают. Можете увидеть. На завтрак такой выбор. И по меню цены вы можете увидеть. Причем здесь оплата происходит не сразу наличными, а вам записывают блюда, которые вы заказали. А потом вы их оплачиваете уже на рецепшене. Здесь есть вот такая вот зона именно внутри покушать. Есть детские стульчики, кондиционер, телевизор. Идите сюда на веранду, на террасу и поесть здесь. Ручки помыть тоже есть. Очень приятная территория. Все для комфортного проживания есть. В гостевом доме свободно всего лишь 3, по-моему, или 4 номера. Это все, что мы сможем вам показать. Но если что, уточняйте все, вам расскажут и предоставят фотографии. После того, как вы пришли с пляжа, можно помыть ножки перед рецепшеном. Мы заходим на рецепшен. Здравствуйте. 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 Мы рады вас видеть в нашем гостевом доме. На этажах есть владельная доска с утюгом. На каждом этаже есть кулер. Первый номер, который мы с вами сейчас посмотрим, это будет у нас трехместное размещение. На входе есть обувница и место, куда повесить ваши вещи. Есть место для хранения. И сам номер выглядит вот так. Односпальная и двуспальная кровать. Также есть доп. место. Стол, холодильник внутри. Выглядит вот так. Телевизор, сплит-система и зеркало. Номер смотрится довольно-таки симпатично. Очень красивые цвета. Имеется балкон с видом на террасу. Балконы здесь довольно-таки большие. Есть стол, два стула, место, где посушить ваши вещи. Можете видеть, как терраса выглядит с балкона. Место для хранения выглядит вот так. Санузел в номере. Это туалет, раковина, зеркало, душевая зона. Стоимость размещения в этом номере 3800 рублей. Это пик сезона. После 20 августа цены резко идут вниз. Это стоимость со своим пляжем. То есть вам не надо будет за трех людей как минимум платить за лежаки. При нынешнем курсе 400 рублей лежак это минус 1200 как минимум. Туалет, душ, все на пляже есть. Плюс для детей разнообразные надувачки. Номер с балконом 3800. А если балкона не будет, то 3600. Есть такие же, но без балкона. Сейчас мы с вами смотрим четырехместный номер. Здесь размещение на трех кроватях. И есть диван раскладывающийся. Стол. Вот такое вот место для хранения. Стол дополнительный. Еще есть прикроватные тумбочки. Также есть стол с холодильником. Зеркало, телевизор и сплит-система. Этот номер без балкона. Место для хранения выглядит вот так. А это санузел. Раковина, туалет и душевая зона. Тоже довольно-таки большующее. Зеркало, мыло. Стоимость данного номера 4000 рублей. Если надо, вам предоставить детскую кроватку. Мы сейчас находимся на втором этаже. Видим, есть также кулер. Зона отдыха. В виде двух диванчиков. Столик, чтобы посидеть. И вот такая вот лесенка идет наверх. Еще один номер. Здесь размещение также на четверых человек. На входе нас включает такое зеркало с тумбочкой. Место, куда повесить ваши вещи. Есть стол. Три кровати. Одна двуспальная, две односпальных. Также имеется сплит-система. Телевизор, холодильник, прикроватные тумбочки. И еще стульчики. В этом номере нет балкона. Место для хранения выглядит вот так. Одна сторона. Вторая сторона. Санузел в этом номере выглядит вот так. Раковина, зеркальце, туалет. И тоже большая душевая. Стоимость проживания в этом номере сейчас 4000 рублей на четверых. Сейчас мы с вами посмотрим двухкомнатный номер. Здесь размещение максимум до 5000 человек возможно. Заходим у нас в коридор. Здесь место для хранения. Место, куда повесить ваши вещи с зеркалом. Есть холодильник и тумбочка. Начнем с первой комнаты. Здесь двуспальная кровать. Есть раскладывающееся кресло. Стол, стул, сплит-система, телевизор. Вот так вот выглядит номер в обратную сторону. Смотрим вторую комнату. Здесь диванчик раскладывающийся. Кроватка, два стула. Стол, телевизор и сплит-система. Номер тоже довольно-таки просторный. С него есть выход на балкон. Волкон здесь, смотрите, такой довольно-таки большой. Можно выйти посидеть. Ох, она смотрит, какая погода. Красиво затягивает тучками. А с той стороны светит солнышко. И все прекрасно. Место для хранения выглядит вот так. А здесь у нас санузел. Это унитаз, душевая раковина и зеркало. Стоимость проживания в этом номере 5200 рублей. Только что подписчики закинули донат. Уехали домой, им легкой дороге. От души спасибо. На квадрик еще одна тысяча залетела. Друзья, место расположения здесь, можно сказать, идеальное. Вот мы сейчас стоим на Red Rose. Выходим вот сюда прямо. Здесь у нас Южный проспект. Если пойдем вот сюда налево, здесь находится у нас пятерочка магазин. Прям в двух гостевых домах. Расстояние 40 метров. Вот он, пожалуйста, Южный проспект. Вот он, гостевой дом. То есть все очень рядом. То есть получается и тишина, и рядышком со всеми развлечениями. Вот видите, с той стороны находится наш любимый пак развлечений, где там кенгуру катают. Мои дочки прямо его очень сильно любят. Можно пройти туда влево, перейти через пешеходный переход. До моря заявленное расстояние 800 метров. Пописчиков спросил. От 10 до 15 минут пешков, в зависимости того, будете возле каждой точки останавливаться или не будете. Вот мы уже, пожалуйста, на Южном кольце. Здесь есть там дыр, шашлычки делают, ножички. Гера, то есть очень много всякой инфраструктуры людей. У нас в поселке уже довольно-таки много на отдых приехало. И мы всех за это от души благодарим. Смотрите, сейчас светет гибискус на параллель. С левой стороны можете заказать экскурсию себе на лотос. Хорошего отдыха. И все, друзья мои. Остается нам только улица светлая по прямой. А сейчас мы с левой стороны проходим рыночек. С правой стороны популярнейшая столовая Марсель. Здесь есть, друзья. Может, вы видите, сколько людей сидит. Это хорошо. Столовых здесь очень много, но смысл их показывать не вижу, потому что здесь у нас столовая. По ценникам был обзор в гостевом домике, кто будет отдыхать. И так мы, в принципе, все столовы в этом году отсняли. Цены у них особо не меняются. Сейчас установится прям немножко прохватно. И люди, видите, как туда-сюда не могут понять, идти на море не идти. Пойдет, даже не пойдет. Но дождь стоит на 12. Я надеюсь, что прогноз не сбудется. Дай бог, чтобы все у нас пронесло. Не хочется. Ливни. Здесь вот с левой стороны есть фрукты, овощи. Все подписано, как всегда. Я думаю, давайте по ценам посмотрим. Смотрите, вот лоточки 250, 200, 350 голубиков. 80 помидоров, 70 игрушечки. 210 плющенный персик, 150 есть нектарин, 140 абрикосы, 180 виноград, 200 виноград белый, 350 черешня, 140 персик, 350 армянская черешня идет, 130 слива, 150 тоже вот еще абрикос. Также разнообразное варенье. А кукуруза по полтиннику, да, уже арбуз? 35 килограмм. Ребят, тоже снимаю очень долго, и ни одной жалобы на их работу не было. Поэтому, пожалуйста, советую. У меня прям, честно, души радуют такие потоки народу, которые двигаются по свету. Фонтанчик отключил. Чистят его сейчас, чтобы было все хорошо с ним. Итак, друзья, мы вышли на площадь перед аквапарком. У нас здесь аквапарк. Можно сходить, видеть там пара, слабляться. И нам осталось немножко, чтобы добраться до пляжа. Здесь у нас настилы, друзья, для того, чтобы пройти на пляж. Хорошего вам отдыха. Дорогие мои друзья, полетели капли дождя. Мухой рисковать не стоит. Я ее засунул в рюкзак. Пускай сидит там в сухости. Смотрите, нам сюда не прямо. Поворачиваем возле пляжа Аквамарин направо. Тут вовсю идут у нас экскурсии. Люди даже уходят, им предлагают давайте развлекаться. Ну и чем сейчас люди будут заниматься, раз не море, то какие-то... В курсе, и прикольно. Полетел, орел. Все, друзья, мы дошли до пляжа Ратрос. Здесь, можете увидеть, есть волейбольная площадка. Люди, кто хочет отдыхать на дюнах, но кто хочет, приходят именно на пляжную территорию. То есть для вас здесь лежаки бесплатные будут. Есть детские всякие надуважки, которые вы можете взять для себя. Также есть в комплексе туалет, который работает, душевая. То есть вообще полностью все услуги, которые вам только могут понадобиться. Ну и огромное количество лежаков на пляже для вашего удобства. Пришли, занимайте себе удобный, который понравился и отдыхайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Меня Ольга. Меня Роман. Откуда к нам приехали? Архангельская область, Котлас. Как вам отдыхается в Золотом Кляне? Он замечательно отдыхается. Мы уже четвертый раз. То есть четыре года приезжаете сюда? Да. В прошлый год были в августе. Так что с погодой не повезло. С погодой не повезло. Плавали на пляже. Слушайте, ну здесь-то сухо было? Да, здесь все сухо. Весь бассейн хороший, открытый. Вот как раз мы этим воспользовались в прошлый год. Столовая как? Замечательная форма. Вообще мы здесь столько и едим. А пляж вот вы сейчас собираетесь, да? Ну на пляж мы сегодня уже нет. Мы сегодня уже уезжаем, а пляж... Сегодня уже все. Да, да, все. А сколько километров вам? Дисплейные тысячи. Дисплейные тысячи. В легком дороге. Но вообще в целом, как пляж, понравился, нет? Пляж, да. Пляж хороший. Пляж свой, да, лежаки. Вот это вообще все удобно. Все детские игрушки надувные, туалет, душ. Все бесплатно, все включено. В этом году даже с морем нам повезло. Да, да, море, блин, вообще. Ну я нас порадовала, наверное, за прошлый год. Самый такой, наверное, четкий вопрос. В следующем году приедем. Ой, если все будет хорошо, да? Стараемся. Каждый год. Как служится? Теплата. Спасибо большое, спасибо, что смотрите. Легкой дороге за домом и ждем в следующем году. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Мария. Откуда вы приехали? Мы из Корелии, Петрозаводск. Как вы к нам добрались? Замечательно, на поезде в Мурманск, Анапа, прямой поезд, с удовольствием. Сколько времени? Так, двое суток. А, не сильно, долго. Четыре дня в поезде, для того, чтобы приехать на Анапу, спасибо вам. А как вам гостевой дом? Гостевой дом нам замечательным, здесь отдыхаем с 2008 года. С детьми мы приезжали, вот буквально, с ребенка, начиная с трех лет, да? И мы выбрали этот гостевой дом, не случайно. Свой собственный бассейн, крытый с детским моделем. Это очень удобно, когда дети маленькие. Ну, и когда дети взрослые, тоже удобно. Плюс здесь комфортные номера, очень удобно. Плюс здесь свой пляж, что тоже немаловажно. Те, где выделены зоны, у нас она есть, это очень удобно. Это свой шезлон, свой тенфель, свой туалет, свой руд. Вот, здесь очень удобно и вкусно готовят в кафе. Причем здесь услуги не навязываются, то есть я не привязана к отелю. Я могу ездить на экскурсию, куда угодно. Я приехала, покушала, заплатила. Не захотела покушать, ну, не пришла, соответственно. Регулярно бывает анимация. То есть для маленьких детей это тоже очень комфортно. Ну, вчера тоже посетили анимацию. Ну, видимо, это не наш возраст. Все нравится, вы сюда готовы возвращаться? Конечно, мы готовы сюда возвращаться, да. Здесь комфортно, спокойно. Это семейный отель для спокойного отдыха. То есть здесь нет шума от паралиев. Для нас это существенно. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Мария. Мы отдыхаем в этом доме «Золотые клены». Как вам? Здесь уже 14 лет, 14-й год. Здесь мы только постоянно в одно место. Хозяева очень хорошие, очень отзывчивые, добрые. Вообще, кто-то встречает как родных. Спасибо за прошлое. Это прекрасно, на самом деле. В столовой мы не будем. В Марселе хорошая. Да, хорошая тоже. Девочки-повара тоже узнают всегда. Да так и номера. Мебель такая уже, немножко старенькая. Но в целом все нормально. Пляж всего хорошие, удобные. То есть удобно, что-то еще пляж. Недалеко вообще ходить. Да, паралии тоже недалеко. Так что детская площадка, анимация, бассейн, крытый. Это тоже очень классно. В плохую погоду как раз можно здорово посидеть в бассейне. Это вообще как. Спасибо за вашу отзыв. Мы будем всегда вас. Да, да, да. Давай, давай, ну что? Галя. Светлоград. Какой город? Женя, Светлоград. Анжела. Светлоград. В кучку встаньте еще, так как мы тут все. Встали. Вот так вот. Вот, 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 вот. Давайте. Витя Зима. Ура! Ура! Все. Спасибо, ребята. Удачи тебе. Вам хорошего отдыха. От души. Как зовут? Иван. Андрей. Ставрополье. Приветствуем. Как вам у нас отдыхается? Хорошо. Отлично. А у меня мать отсюда рода. Мы каждый год тут, сколько живем, все время тут и купаемся. Сюда Витязева. Нет, все время Витязева. Мы привыкли. Песочек, море. Все шикарно, по-моему. Отлично. Спасибо. Ну, вот, сам пляж, друзья. Видите, что здесь не так уж и много людей. Молешка сегодня очень чистое. Выглядит все очень хорошо. Туда вправо центральный пляж, Витязева. Туда, влево, находится пляж улицы Мира. И там, и там людей предостаточно. Мы находимся именно в тех местах, где как раз людей поменьше. Это очень удобно. Температура воздуха вся 24,4. Температуру водички сейчас замеряем. Жалко, конечно, сегодня без полета. Но риск, что попадет на микросхеме водичка. Вот у меня с Химерой такая ситуация произошла. Но потом на следующий полет просто не запустилась. Не хочется, как говорится, остаться без квадрика. Поэтому рисковать не будем. Итак, дорогие друзья, температура водички 22,9. Вы можете увидеть, что море чистое. Солнышка только не хватает сегодня лучистого. Но это все мелочи жизни. Потому что, в принципе, на отдыхе это не главное. На отдыхе самое главное в вашем настроении. Какое вы его с собой возьмете, такой отдых у вас и получится. Вы можете видеть, сколько людей слева, сколько справа. И как удачно расположен этот ряд, что здесь людей мало. Шикарно, классно и прекрасно. С вами был Юрий Азаровский. Желаю вам счастья, здоровья. Что все было у вас здоровски. От души всем пока-пока.